Всем привет-привет! Сегодня у нас рейтинг резиденции. Да-да-да, именно рейтинг резиденции. Потому что Война Машин это битва за кирпичи. Битва за ту вещь, которую все так сильно строят. Потом ругаются на пожары, на нашествия крыс, но все равно строят. Итак, Война Машин. Давайте же посмотрим топ 10 групп, которые у нас заняли все призовые места. Конечно же посмотрим по очкам. И самое интересное, если вы перемотаете в декабрь 2022 года, я там делал такой же рейтинг по Войне Машин. И посмотрите, как изменились топы. Можете отписаться в комментариях. Мне тоже будет очень интересно, что вы все-таки меня смотрите. Но мы тоже не лыком шиты и заняли свои топовые места. Так что вот. Давайте поехали в рейтинг, ребята. В события. И X-Files у нас на 44 месте. Спасибо большое, ребят, всех, кто участвовал. Классно прошли. Молодцы. Отбились, так сказать. Попали в топ 50. X-Files и тащат. Ну а сегодня у нас топы. Всех остальных нам неинтересно. Итак, давайте начнем с 10 места. Дэл Катанесси. Вообще не знаю. Дэл Катанесси или Дэй Катанесси. Не знаю точно. Первый раз, ребят, вижу эту группу, потому что рейтинг группы очень низкий. 139, 137. Непонятно. Но судя по составу, ребята стараются что-то из себя сделать. 23 человека в общей сложности, ребят, играет. Ну, из них только, наверное, Охотника я знаю. Монолиску знаю. Вот, да. Монолиску знаю. Ругается, обижается все время на меня. Ну, ничего страшного. Снапа знаю. Ну, это так. Те, кто часто попадаются, периодически... О, Вилла знаю. Вилд был. О, Вилла тоже знаю. Ну, более-менее. Ну, всех остальных, ну, как бы, не сильно. Не сильно. Ну, ладно. Ну, было очень удивительно, что чуваки заняли 10 место. Итак, по резиденции, ребят. По резиденции у нас камень из-за получения в бои славы. 64 общий бонус поставили. Центр модернизации защиты музмехов горит вообще весь. Итак, ребят, во сути, 14 этажей. Всего 14 этажей. Общий суммарный бонус 25. Но вот люди стараются. Причем еще до сих пор здесь, как бы, вот, ну, пожары. Но занять такое хорошее место, это прям, ну, прям круто. Ребят, прям молодцы. Действительно. То есть, 1500 очков набрать. Дальше, ребят, следующее, 9 место. Это Парагон. Парагон у нас и, конечно же, их составы. Ну, тут карамельку все знают. Вот многие, короче, заходили, когда смотрите, Афродит узнаю, допустим, из тех, кто есть. Ну, и давайте в самое интересное, конечно же, в их резиденцию. Полностью пустая резиденция. Вот тут еще пустая, вот тут еще пустая. И тут, короче, вот тут 15 процентов, а тут все затоплено. А в общей сложности, ребят, 16. 16 этажей. Но, видимо, на ремонт не хватает. Даже если все продать, не хватает на ремонт. Ребят, не стройте высокую резиденцию, если вы не можете ее обеспечивать. А самое интересное, что поломки на резиденции будут примерно или свойственно похожи на большое количество кирпичей, которые вы заработали за неделю. Так что, ребят, молодцы, красавцы. И самое прикольное, увеличивает защиту в битах на полигоне и на музмехе, ребят, 23%. То есть, ладно, фиг с ним, с этими трофейными комнатами. Лучше бы им качать центр модернизации, сказали прогон. И просто девятое место. Просто девятое место. Восьмое место, ребята, Heaven, Hell. Heaven, Hell, рай и ад, в общем, в общей сложности. Итак, здесь кто у нас интересный? Монтикору знаю, Тексери, Сексика знаю. Ну, то есть, периодически Сепиш, Сепиш из своих. Ну, и давайте сюда, в резиденцию. Тоже, ребят, здесь пожары, здесь яды, отравления. Тут захваты, тут потопы. Но зато видно, 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 центр модернизации плюс 15. И, конечно же, 16 этажей. И плюс 36%, ребята, трофейная комната. Просто жесткач. Получить удвоенное 52%. Но это не критично, а вот трофейная комната с 36% здорово. Кстати, имея неплохой бонус, 15% люди тоже умудрились пройти на восьмое место. Heaven, большой привет. Едем веселее, едем дальше. Старфеллы, ребята. Ну, старфеллов я знаю давно. Весь на меня нападает. Что я им сделал, я не знаю. Вот, просто, видимо, не любит меня, короче. А так, отсюда вот у нас Цири. Тема которого мерзавчик. Ну, по крайней мере, один из них. Самого мелкого-то я знаю, а вот крупного-то не очень знаю. Ну, и Лайкер, наверное, 131-й. Ну, Лайкеру вообще отдельно привет. Давайте же пойдем в резиденту. Итак, старфеллы, ребята. Их этих... Зато нижние этажи прям классные. Работают, все нормально. Так, тут у нас немножко все как-то все сломалось. А тут тоже как-то все сломалось. Тут тоже сломалось. И, ребята, 18% центр модернизации. И, конечно же... Вот это круто! 41%. Блин, ребят, я не знаю, насколько сложно вообще вкачать и насколько сложно поддерживать данную резиденцию. Но старфеллы красавцы, ребят. 17-й этаж. 41% на экспедиции. Жесткач. Прям реально жесткач. Красавчики. Но все равно не хватило. Все равно не хватило, ребят. И седьмое место. Жалко, что у меня нет красивых боев из-за войны машин. Если когда-то у вас кто-то будет записывать. Ребят, присылайте видосы. Присылайте в ВК видосы. Будем смотреть. Пятница 13-я. Ребят, пятница 13-я у нас. И посмотреть, что есть. Тут только у нас люмка, текила. Не знаю, улыбашь. Сабспейс, наверное. Ну и ниже я, ребят, не пойду. Нам больше интересует, куда же тратят кирпичи данные ребята. Но вот тут, кстати, ситуация немножко получше. Все здания живые, ребята. За исключением, наверное, каменного зала тут. Ну а здесь у нас 35%. 35% 16-й, 17-й этаж. Тоже все хорошо забито. И, ребята, 27% центра модернизации у людей стоит. Ну, круто. Пятница 13-я всегда, конечно, отличалась своеобразием в постройке. Но вот что можно сказать. Хорошая музмехи. Прямо вот можно играться и играться. Главное в бан не попадать почаще. А так нормально. Пятница 13-я в свое время даже в бан улетела из-за этой же ВМ. Ну, если кто-то не смотрел, найдите. Найдите. Видосики есть. Это, по-моему, так и называется. В бан. Группу отправили что-то. Не, в бан на ВМ. Посмотрите. Ладно. Ну и давайте, ребята. Hammer of Joker. Пятое место. Пятое место. Джокеры, ребята. Джокеры. И в составе, ребята, домохозяй. Ну, домохозяй, видимо, свой домохозяй. Если это домохозяй, правда. Ну, а больше, ребят, я не знаю. Ну, больше, наверное, никого не знаю отсюда, кроме домохозяя. Если это он, конечно. Если это Вовка. А может и нет. Может и ошибаюсь. Ну, и давайте, ребята, врезу. Так. Ну, один пожар, один потоп. Один пожар, один потоп. Один пожар, один потоп. Но зато, ребята, 15% общий центр модернизации. 11-12 этаж. И 36%, ребята, 16 этажей. Трофейная комната. Hammer of Joker. Не все, конечно, потушили. Не все сделали. Видимо, все-таки кирпичей немного не хватает. Вот столичка. Но ничего. Если хорошо постараться, можно и найти. Кирпичи где-нибудь там. На свалке. Там, возят их. Там, не знаю. Джокерам привет. Молодцы, ребят. Хорошо. Чуть-чуть побольше. И, глядишь, вы уже совсем в топ выйдете. Можно будет и сражаться с топами. Итак, 1800, ребята. 1800 отстали. Лето-сити. Ну, с Лето-сити ли я, ребят, я многих знаю. Перечислять всех не буду. Нотисы раздали. Ну, как бы, Наталии всякие. Ну, ладно. В общем, много действительно, ребятов я знаю с Лето-сити. Так что давайте к самому веселому, как всегда. Мы же пришли смотреть резиденцию. Итак, крысы. Крысы, яды, отравы, потопы. Крысы, яды, отравы, потопы. Потопы, крысы, яды, отравы. Потопы, потопы, крысы, потопы. Лайк просто, ребята. Просто лайк. За четвертое место, которое вы реально занялись с такими просто повреждениями. Я не знаю. Вы, наверное, чудеса. Но я предполагаю, что хотите, наверное, поставить следующий этаж. Возможно, выше хотите этаж поставить. Ну, это я никогда не узнаю. Но это просто жесткач. Только одно строение живое, одно нормальное на 14 уровне. Все остальное посломалось. Лето-сити меня поражает иногда своим отношением. Не, ну вдруг хотят построить 18 этаж. Ну, чем черт не шути, да? Ладно. Давайте дальше. Тройка лидеров. Тройка лидеров, ребята, начинается у нас с семьи. 2055 очков. Буквально, можно сказать, одна хорошая победа отличала Лето-сити от третьего места. Но семья оказалась более эффективной. Поехали. Шестое место в общем рейтинге, ребята. В составе у нас, ну откуда знаю, Изи Вей, Дестроера, ребята, Фелком, Люберок, из тех, кто наш, Коя, Дядюшка. Ну, всем, ребят, всем привет. Итак, в резиденцию. В резиденцию. Итак, все живое, все целое, все прекрасно, ребята. Каменный зал. На славу суммарный бонус 115%. 27% от трофейной комнаты, ребят, от трофейной комнаты. И 27% от центра модернизации. 16 этажей. Все здания живые. Семья. Красавчики, ребят. Есть на кого равняться. Резиденция живая. Все прекрасно. Видимо, игроки довольны. И самое главное, что вы справляетесь с теми потерями, которые вы за неделю выбиваете. Прям молодцы. Ну, а мы едем дальше. Семью поздравляю с третьим местом. Прекрасное далеко. Или прекрасное далеко. Давайте же вместе смотреть. Ну, и в составе ПДшников, ребята, ну, я не знаю, тут Ральфик только раз, из тех, с кем я общаюсь. А, Белугин. Да, ну, и вроде все. А, Бумтрек, Славка, если там сидит, тоже. А, недавно разбирал, да. Недавно разбилал. Бывший Андрюхин Ак, если Андрюха еще играет. Недавно буквально совсем на оценки персонажей попал. Круто, конечно. Крутой Ак вообще, просто жесткачный. Ну, и давайте, ребята, в резиденцию. В резиденцию. И давайте пойдем посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Ну, вот есть пожары, есть пожары. Пожарники из вас никудышные, просто могу я сказать. Поэтому, вот так. Кинозал. Тоже поломатая штука. Зато трофейная комната, ребят. Трофейная комната полностью восстановлена. И 18 этаж, ребят. Пустое помещение. Первые, наверное, скорее всего, кто пытается построить на 18 этаже. Но 35% уже есть. Есть 35%. И как бы центр модернизации. Ну, его нафиг. Правильно, я бы тоже так подумал. Нафиг центр модернизации, когда закончилась война машин. К следующему мы 100% отремонтируем. Сказали прекрасное далеко. Или прекрасное далеко. В общем, отремонтируем. Точно. Ладно. Красавцы, ребят. Поздравляю вас со вторым местом. Ну, и, конечно же, топы, ребята. Топы сегодняшние. У нас тут токсики, ребята. Токсики, наверное, противные самые из всех. Короче, очень сильно не люблю против них попадаться. Но это не значит, что они не одни из лучших. Да, и группы, ребят, находятся в топе списка. И давайте вместе. Давайте вместе пройдемся и посмотрим. Ну, токсиков я тоже много знаю. Да, вот. Ну, честно, я действительно отсюда много людей знаю. Не буду все перечислять. Но BigSide все равно передам привет. Если он смотрит меня, обязательно лайк поставь. И коммент оставь. А то вот бывает такое, что смотрит, но не все. Ну, и поехали, ребят, в резиденцию. А тут-то все утонуло. А тут-то все загорелось. А тут все... Блин, такие же. Вот просто... А нет. Нет-нет-нет. Итак, у нас получается 17-й, ребят, 17-й этаж. А здесь трофейная комната, 27%. И, ребята, жалко, центр модернизации тоже утонул. Видимо, вот после того, как ВМ закончилась, разработчики решили, а давайте что-нибудь сломаем. Хм... А что бы нам такое сломать? Ах, знаю! Давайте сломаем все центры модернизации топовым группам, чтобы больше они не занимали топовые места. Ну, надеюсь, кирпичей на восстановление вам хватит. И заметьте, кто-то уже начал строить 18-й этаж. Вот так-то. Вот так. Ну, ребят, красавчики, конечно, молодцы. Ну, а с вас обязательно лайк по данным видео. И, конечно же, небольшой коммент с тех групп, которые в декабре заняли топовые места. Рейтинг постоянно меняется. Где-то появляются более активные игроки, где-то появляются слабые игроки. В общем, и там, и там. Везде по-разному. В зависимости от того, кто кому попадется и кто кому сольет. Где какая тактика. Поэтому на войне машин меняются топы всегда. С вас лайк, товарищи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok